И вот трепонетный, а дико вселенный, он руку и сердце дал, и ждет благосклонного взгляда. Интеллектуальный рок – так характеризует одно из направлений своей музыки и лидер группы «Большой ногами» Дмитрий Сорокин. В песнях, которые сочиняет, он отображает литературные образы и извечные философские вопросы. Наши тексты, наши песни остаются, как мы это называем, литературоцентричными. То есть те, кто привык читать книги, они без труда найдут какие-то знакомые образы, знакомых, может быть, даже персонажей в некоторых песнях. В уютной камерной обстановке Одинцовской библиотеки номер один музыканты группы «Большой ногами» поют и играют не впервые. Весной текущего года они выступали с джазовой программой. Сегодня в формате «Квартирника» представили публике рок-подборку, которую назвали в честь своей новой песни «Немое кино». Участие в подобных мини-концертах особо ценно для творческого коллектива. Формат этот мы очень любим, потому что «Квартирник» предполагает максимальный контакт со зрителем, диалог со зрителем. Это очень ценно. Это наполняет нас уверенностью, что мы донесли все, что хотели донести максимально, и зритель нас услышал и понял. Послушать мелодичные песни со смыслом собрались люди самых разных возрастов. Многие уже знакомы с творчеством группы «Большой ногами», и этот рок-квартирник ждали с нетерпением. Также музыканты импонируют публике как личности. Они, да, профессиональные музыканты, но еще имеют другие профессии. Да, очень такие крутые, скажем так. Еще и поют, еще и играют, что очень подкупает. Лидер группы Дмитрий Сорокин – журналист. В коллективе отвечает за тексты песен. Федор Николаев – историк по профессии, пишет музыку, а звукорежиссер Константин Немакаров делает аранжировки. В перерыве между песнями музыканты отвечали на вопросы из зала, рассказывали о себе и о своем творчестве. В первую очередь слушатели поинтересовались, что означает такое необычное название – «Большой ногами». Дмитрий поделился, что оно появилось благодаря внушительному размеру его ступней. В свое время, в 90-е годы, очень трудно было достать башмаки таких габаритов. И тогда и возникло это самоназвание, ну, как мой личный псевдоним, какой-то «Большой ногами». Но с ботинками ситуация, слава богу, выправилась, а словосочетание-то ко мне приклеилось. И когда в 2015 году возникла наша группа, то почти естественным образом оно стало ее названием. Песни группы «Большой ногами» о людях, о непростом 21 веке, душевном тепле и любви. Музыка – лучшее лекарство в борьбе со стрессом, уверен Дмитрий. Музыка – это, конечно же, замечательный способ самому как-то выжить, самому согреться, потому что времена у нас очень нервные, очень стремительные. И музыка, она действительно спасает, независимо от того, слушаешь ты ее или играешь.